Всем привет, меня зовут Ксения и сегодня будет достаточно полезное видео для вас, потому что я вам расскажу главный секрет в трейдинге на бинарных акционах. Обязательно подписывайтесь на мою телегу, иногда там бывает что-то полезное, иногда скучное, но в целом, короче, ссылочка в описании. И сегодня я вам расскажу тот секрет, который, как объяснить? Вот у нас есть бинарки, у нас есть нормальный трейдинг, у нас есть ставки на спорт. И вот бинарки это что-то между нормальным трейдингом и ставками на спорт. То есть это достаточно высокорискованный инструмент. Здесь можно много зарабатывать, но также здесь можно много просто одним мгновением слить. И у нас есть такая прекрасная система мани-менеджмента, она называется мартингейл. И кто-то думает, что мартингейл – казиношная тема, тырым-пырым. Да, я даже когда в казино играла в рулетку, я типа по Мартину на одно и то же число ставлю-ставлю-ставлю и выигрываю много. Но у нас есть разумный Мартин. Разумный Мартин – это когда у вас есть определенное количество ступеней. Как раз-таки ступени и догоны я хочу вам донести. Потому что я сейчас торгую с командой, и я даю прям подробные сигналы. И достаточно часто получается выходить в плюс просто за счет ступеней, правильного мани-менеджмента, расчета сделок и так далее. Именно в этом сейчас моя цель. То есть донести, что такое ступени, догоны, сколько мы можем их открывать. Но перед тем, как я начну переходить к сути, давайте мы откроем с вами какую-нибудь сделочку, которая у нас будет идти. И в этот момент мы будем общаться. А почему у нас сейчас? Так, сегодня какой день недели? Ой-ой-ой, у нас только OTC. Но OTC я обычно не торгую по той причине, что это нарисованные графики. Так, у нас здесь есть минутный таймфрейм. Давайте пять минут вниз. У нас зона сопротивления. Блин, низковато мы открылись. Я сейчас сразу это даже вижу. Короче, смотрите, буду объяснять на примере торговли с командой. У нас достаточно часто есть догоны. Но моя политика, что при беспроигрышной стратегии у вас не может быть больше двух догонов. То есть из разрада вы на один доллар основную сделку открываете. И максимум, что вы можете открывать, это еще на два доллара и на четыре. Все. После того, как у вас четыре доллара зашли в минус, вы возвращаетесь к первой ступени, к одному доллару. Не пытаетесь дальше отбить. Многие люди говорят, надо идти на четвертую, на пятую, шестую, седьмую, там, десятую ступень. Но вы просто возьмите листочек и посчитайте, сколько вы потеряете, там, с десятой ступени, если будете торговать просто с одного доллара. Это максимально неразумно, это максимально не круто, не прикольно и приводит к сливу. И моя политика следующая. Первая ступень, давайте я буду объяснять на примере. У вас депозит 100 долларов, сделка 1 доллар. У нас первая ступень 1 доллар. То есть вы можете, например, открыть еще одну первую ступень суммой в 1 доллар. Это будет вторая сделка. То есть первая сделка, например, заходит в минус, открываете по ней догон. Но у вас есть вторая. И каждый раз, когда вы открываете первую ступень, новый отчет. Проще всего, чтобы это в голове все было считать, проще всего записать на листочек. То есть у вас открыта первая сделка, вы прямо на листочке пишете. Первая сделка, там, открыта основа. Вы открыли еще одну первую ступень, вторая сделка. Вы открыли еще одну первую ступень, третья сделка. И таким образом у вас в данный момент времени может быть открыто, например, несколько первых ступеней. И все это будет за каждую отдельную сделку. Далее, каждую отдельную сделку вы по стратегии пытаетесь добить догоном в случае, если она зашла в минус. Например, у вас первая сделка, там, зашла в минус, вы открыли догон, вторая сделка зашла в плюс. Все, вы фиксируете у себя в блокнотике как плюс. Третья сделка, у вас, там, зашла в минус, вы открыли тоже догон, но догон вторую ступень, то есть 2 доллара. Вы прямо вот в голове считаете, смотрите на этот листочек и понимаете, какой суммой вы должны открыть. Не должно быть такого, что на первую сделку вы открываете догон в 5 долларов, а на третью сделку вы открываете догон в 3 доллара. Нет, у вас все фиксировано. Перед тем, как вы садитесь торговать, вы должны понимать по ступеням. Вот у нас есть три ступени, давайте возьмем четыре с нарушением правил. Не рекомендую открывать четвертую ступень, но давайте. И вот вы открываете. Первая сделка 1 доллар, вторая ступень 2 доллара, третья ступень 4 доллара. То есть догонять вы можете разными способами. Например, еще бывают такие ситуации. У вас первые и третьи сделки заходят в минус. Вы можете сразу открыть двойной догон, чтобы отбить и ту, и ту. И таким образом у вас и та, и та сделки закроются в плюс по догону, если ваш двойной догон заходит в плюс. Как это на цифрах? Первая сделка у вас открыта 1 доллар, зашла в минус. Вторая сделка у вас открыта 1 доллар, зашла в плюс. Третья сделка у вас 1 доллар, зашла в минус. И таким образом вы открываете двойной догон, то есть 4 доллара. 2 доллара за первую сделку, 2 доллара за третью. И если он заходит в плюс, у вас и там, и там плюс по догону. В бинарках у нас очень много рыночного шума, то есть в бинарке это дело такое, где невозможно предсказать с точностью прям, что вот точно через 3 минуты цена будет выше данного уровня, но с помощью вот этих догонов, с помощью вот этих двух дополнительных ступеней, которые у нас есть, вторая и третья, мы можем просто минимизировать риски и разворачивать ситуацию уже в плюс в свою сторону. Поверьте, именно на мани менеджменте строится успешный трейдинг, то есть именно на мани менеджменте у нас строится заработок на бинарных опционах, бинарные опционы это не взрослый трейдинг, бинарные опционы это просто подкину монетку, угадаю куда пойдет. Опять же, я так надеялась, что сейчас сделка пойдет в минус, чтобы показать вам на практике, но давайте я открываю еще сделку на 5 минут вниз и сейчас на догонах объясню. Вот, например, у меня сейчас открыта первая ступень по первой сделке и первая ступень по второй сделке, даже если бы сейчас вот здесь зашла в минус, но она зашла в плюс, 65 долларов, независимо от того, что у меня здесь открыта сделка, я открываю вторую ступень по первой сделке, то есть 77 долларов я открываю 2 раза, не 3, не 4, не 5, только при четком мани менеджменте вы сможете зарабатывать, только при понимании ступеней и догонов вы сможете зарабатывать. Вы всегда должны понимать, какое количество сделок у вас открыто на данный момент. Вы всегда должны понимать, какую ступень вы сейчас должны открыть. Не должно быть такое, что вы ставите разные суммы ступеней. И еще раз вам об этом говорю просто на всякий случай. Потому что я вот когда людям депозиты скидывала из команды из-за того, что из-за меня слили, мне просто скидывают историю сделок, и я задаю вопрос, почему? Ну, типа, почему такая сумма сделки за вышенный процент, например, 10% от депозита? Почему такой догон? Это не по стратегии, так нельзя. Если вы хотите зарабатывать, вы должны действовать систематизированно. Блин, я не помню, это здесь или на TradingView у нас рисовалка. Давайте я открою TradingView. Попытаюсь наглядно вам нарисовать еще раз. И осталось найти, где. Где у нас это? Вот. Так, у нас первая ступень 1$. Вторая ступень у нас 2$. И третья ступень. Хочется сказать 3$, но на самом деле 4. Вот он наш money management. Теперь у нас есть расчет по сделкам. То есть мы открываем первую сделку и открываем, например, первую ступень. При этом одновременно с первой сделкой мы открываем еще одну первую ступень. Это уже новый отчет идет. И при этом у нас еще эти сделки не зашли, но у нас еще одна новая первая ступень. Тем самым у нас одновременно открыты 3 сделки. Даже если они заходят в минус, то нам нет смысла суммировать, пытаться сразу повышать сумму сделки и так далее. Мы действуем по системе. То есть мы открываем одну вторую ступень и, например, одну двойную ступень. То есть на 4$. Таким образом у нас, например, здесь заходит в минус, здесь заходит в плюс. И вот этот плюс нам дает плюс по второй сделке и по третьей. А здесь нам приходится идти на третью ступень, на 4$, заходит в плюс. И тем самым мы в статистике отмечаем, что первая сделка у нас также плюс по догону. Я надеюсь, что вам это понятно. Если есть какие-то вопросы, вы обязательно пишите их в комментариях. Я могу там, не знаю, купить клипчарт и нарисовать все маркером и еще раз объяснить. Например, если я даю сигнал в команде вторая ступень, третья ступень, догон, то есть вторая ступень и догон, по сути, это синонимы. То есть тем, что я пишу вторая ступень, я просто облегчаю вам математику, так скажем. Я могу написать, что просто догон, например, после второй ступени, или что просто третья ступень. И это будет одно и то же. И догон, кстати, это не значит, что нужно открываться в ту же сторону, с тем же временем и так далее. То есть сейчас я начала практиковать такую штуку, что я просто переобуваюсь на ходу. То есть я понимаю, что цена сейчас не пойдет в мою сторону, и я просто открываюсь в противоположную. Как-то так. Я думаю, что можно тормозить. Может быть, сейчас сразу залпом запишу еще одно видео. И я надеюсь, что данный видеоролик вам понравился. Если это так, ставьте огромный пальцы вверх. Жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока-пока.